Йодли Чемпион Абхазии Все пояса и кубки сегодня остались в Абхазии В общем, давай начнем с того Ты сегодня говоришь, что Уровень некоторых боксеров не очень Но в целом Как тебе турнир? Как тебе турнир? На чистую воду мне обратить не надо Я говорю, как я вижу Исходя из своего опыта Вообще-то мне понравился Праздник Босса, которого я зовал Генерация Абхазии При поддержке Главы региона И действительно Ребята были хорошие бои Зрелищные Праздник получился на славу Мне все понравилось И была хорошая публика Мы сейчас между прочим С президентом Абхазии На фуршете были Небольшой фуршет был Но поддержка хорошая Чувствуется Готовы помогать Поддерживать Это самое главное И я пожелал, конечно же И главе региона И всем Абхазцам Чтобы у вас родился На вашей земле Свой чемпион Меня сегодня никто не узнал Меня Абхазцы не смотрят Свой большой чемпион Вот Который Может Прославить Регион И достойно Наконец Туристы Город восстановлен Чтобы Опять же Был поток Туристов Люди знали Богодатный край Замечательный климат Скажи Много заброшенных домов Замечательный климат Замечательный Замечательный Хорошие люди И здесь Дышится Свободно Ребята В Абхазии Хорошо отдыхать Но регион заброшенный Вообще Поэтому Приезжайте Восстанавливайте Приезжайте С кирпичами Цементом Подлатайте дома Вообще Ну то есть Пришел Где-то Можно неплохо отдохнуть Тут своя история Очень, как и Иванасим Габгаджи Очень сложная Но Очень интересно И это хороший опыт Пришел судя по Кавказу Уданаки Свою же страну Огромно У нас Мотивация Очень интересные У нас Очень интересные Убительные места На Кавказе Быть История Народов Которые населяют Большой Кавказ Поэтому это всегда Очень интересно Поэтому Расширяйте горизонты Познания И вы будете расширять их Только тогда Когда вы путешествуете Почему Древние мыслители прошлого Толстой Кушкин Менделеев Толстой Толстой По всему миру Можно сказать И были Эти все люди Были на Кавказе Я напомнил У нас канал про боксы Эти все люди Были на Кавказе Это про боксы Это было про боксы Да Кудряч боксировал Очень плохо Поговаривают Значит Давай О тебе речь Тебе сейчас 36 Неполных 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 Ты завершил карьеру В 30 В 30 лет В 30 лет Ты завершил карьеру Возраст Христа Стало все хорошее Да Рахим Олимпийский чемпион Кто не знает Это позорно Неспециально Олимпийский чемпионом Он стал Коорицем И у тебя Серебро На чемпионате мира Да Было дело Было Небольшое Было Небольшое Гришок Гришок В принципе У тебя Боксерство Карьера сложилось Достаточно Интенсивно Красочно 19 на коротых Насколько я помню Я не считал Ну в общем Ты не помнишь Людь Балл Ты не считал Нет Но Крайний бой Ты проиграл Максиму Власову И у тебя Так слышно Какая-то череда Поражений пошла То есть Поражение раз Я проиграл Потом несколько боев ты выиграл Потом ты не проиграл Я всегда Профессиональный бокс От олимпийского бокса Отличается Это другой вид Вообще Считаешь Другой вид спор Я тоже считаю Олимпийский Разный вид спор Ну да Первое моё поражение было Два дачи Чемпиона мира На этапе Висеть И после этого Естественно Я провел Неплохую Череду побед И завел титул Абьо Чемпиона мира Кто тебе тренер был? У меня были разные тренера Уже простые Не бог всегда Разные тренера Последние кто были? Ну Были молодые Абьо Ребята Которые Можно сказать Я поверил Ну Критики В критике были всегда Они есть в политике В спорте Ну Нужно было работать Нужно было просто работать Пахать Пахать Ну Я не считаю Что Где-то Как выигрыш Ну Во многом Это общая работа Тренера И ученика Да Ну Где-то Может ошибки и тренер Да Но В основном Я провел Три боя В прославок осени И я Если я сам поставил палку Если я провел В прославок осени Три боя Я оставляю А Ну Три Ну И вот Я провел Кеницу Офалабе В Казани В бой И И Максим Уласов Вы знаете Я всегда выходил на бой Я никогда Не С ума назад Я всегда шел Былся Я всегда Если выхожу на бой Либо 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 У меня всегда были Бесконформиссные Бои Но всего приходит Конец Нельзя сказать Что ты не отдавал себе Время Нельзя сказать Что ты не отдавал Не Я Допустил Полностью Всегда Вот Это Мой опыт Это Закончился Прошло Это История Это Была Интересная История Я Опознал И Триумфы Взлетов Славы Это Хороший опыт Для понимания Вроде бы Пример Можно Все Бросить Опустить Руки И Не сдаться А Можно Наоборот Воспитать Себе Характер Иди Иди И я Шел Шуршок После В какой-то момент Я понял Хватит Для себя И пошла Есть Небольшие проблемы Создаловья Поэтому Я оставил Для себя Я решил Все Кого винишь В поражениях Тренерского Я Всегда Только Себя То есть Ты Где-то Где-то Отвлекался Человек Всегда Всегда Это Правильно Даже Если Тренер Плохой Ты Выбрал Неправильный Тренер Неправильный Правильно Неправильный Тренер Неправильный Подход Неправильное Неправильное Поэтому Важно Понимать Чем ты сейчас Занимаешься Через три года Ты уже Вне бокса Я Можно Общественной Жизнью Я в том числе Я представляю Федерацию бокса России Мы Часто Мы часто ездим по регионам, мы часто выступаем в мастер-классах, мы часто представляем бокс на штык, потому что мы в свое время достигли немновенном успеха в боксе, и мы знаем всю подногоднюю, бабки детства подногодные. И у меня есть заслуженные премии, стипендии. В принципе, если так скромно жить, то не хватает для жизни. Плюс мастер-класс и все такое? Да, даже не в счет, просто есть какие-то вложения, что-то есть. То есть успел деньги, которые принес в бокс, куда-то? Я никогда не ретелся на деньги в успехе, потому что я не на особо занимался тем, что мне нравится. А вы когда занимаетесь, то, что вам нравится, оно рано или поздно приносит успех и доход. Кроме меня. Такое исключение. Нет, ты тоже можешь совершенствоваться. Да. Зачем ты фанку оставил одну? Давай, давай. Так вот, я сейчас с тобой это выберу. Ты знаешь, какой скачок у меня? Нет, давай. Меня дайте там Копалёву, Олегову. А сейчас Ракимчик его, понимаешь? Ты на чем ездишь сейчас? На какая машина тебе? Считаю, что я никогда не любил понты и что-то. Такая задача, что я летаю на самолётах. Сейчас свой самолёт. Всё, ребят. Чего поедешь? Нет, пока нет своих самолёнов. Составляем тебе к счастью. Но и машина всегда есть, и колёзы по ногам. То есть в этом я, как бы, ощущаю себя вообще с человеком. Ты спорт сейчас оставил? Или ты ходишь, ты остался здоровым? Как-то ты не сдулся, не схуднул, ничего? То есть ты… Он больше меня, на самом деле. Может быть, по картинке он, конечно, такой, маленький. Но он здоровее мне. Он реально здоровый. Не верьте ему в видеокамеру. Сколько ты занимаешься в зале сейчас? По количеству там? Неделю времени? Три раза в неделю? Два раза в неделю? Понимаешь, что ты делаешь? Это уже нестабильный спорт. Это понятно. Это уже пожелание. Естественно, я хожу. Я не могу два-три дня сидеть полностью без активности какой-то. Поэтому, естественно, я и бегаю, и занимаюсь. Но это носит уже… Физкультура. Физкультура, да. На здоровье, да. На поддержание шлона, скажем так, да. Раньше мы работали на износ. Это немного вообще о здоровье, да. На бане? Да, это как что-то сильное, но она из массы. И выхолачиваешь себя. Сколько ты потерял массу? Сейчас. Сколько масса? Я массу. Я не думаю, что я потерял массу. Мне кажется, ты такой же остался. Нет. Может быть, немножко я буду покрупнее. Да. Массу мы всегда поддерживали, потому что весовая категория 91 кг. Ну, там 90-700 кг надо быть, если вы хотите любой. Поэтому мы всегда поддерживали вес. У меня не было никогда… Я в свое время даже на Олимпийских играх вступал в весе 91 кг. Но я вешал, незадисимо, меньше. Весе 8 сил даже. 88 кг. Я вступал 91 кг, да. Сколько вес тебе сейчас? Мой вес где-то 90… Ну, чисто, наверное, 90-14 кг. А, то есть, ну, плюс 2 кг. Там же мясу всякие вот эти вот, да, вкусняшки. Ты питаешься сейчас… Двое наше слышно, но он не так посмеется. Про тебя мясу не слышно? Ты не знаешь, что я с кормит? Ну, это не моя история. Не твоя история? Ну, ладно. А твоя история про какой десерт? Ну, так. Я, конечно, мясо специально люблю сладости. Вот. Он мне усердствует. Ну, сейчас ты можешь себе позволить? Сейчас, в частности, я. Сейчас ты можешь позволить? Ну, сейчас, да. Сейчас буквально 5 минут назад мы с собой это делали. Для тебя просто я еще не добрался. Сейчас приду. В общем, что, круто. Спасибо тебе большое. Участвуй там профессионально. Спасибо, что пригласили. Спасибо за знакомство. Я тебя пригласил. Главное. Это я его пригласил на самом деле. В общем, ребят, все. С вами был какой-то парень Рахим Чахизов. Лепестный чемпион. Успехов тебе, да. Да, я вижу, что ты очень стараешься кайпануть. Ну, ладно. Ну, да. Да. В общем, так и было. Успехов в этом. Ну, я надеюсь, что тебя еще помнит, ребят, с 5%. Серьезно. У меня с этого видео как-то 10 долларов. 5. Ну, я заработал. Спасибо, ребята. Спасибо за просмотр. Спасибо, друзья. Спасибо за просмотр. Всё. Спасибо.